Всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube канал. Меня зовут Женя Гейн и сегодня я по многочисленным запросам снимаю обзорное видео о наших апартаментах, в которых мы живем более 7 месяцев в штате Флорида в районе Палм Харбор. Что если вам интересно, оставайтесь вместе со мной. По американским меркам у нас двухкомнатная квартира, two bedroom. Хотя на самом деле по нашим меркам у нас трехкомнатная квартира, две спальни и один зал. Это очень много, потому что еще вдобавок у нас две ванные комнаты. Вот так выглядит дом, в котором я живу. Вообще здесь много домов трехэтажных. Территория комплекса большая. И мне повезло, что около моего дома есть детская площадка и бассейн с тренажерным залом. Лестничные площадки открыты, то есть подъездов нет. Просто лестницы, поднимайтесь куда вам нужно. И все. Каждым апартаментом даются кладовые комнаты, кладовки. Сейчас она закрыта. Она размером как маленький шкаф. Проходим в нашу квартиру и сразу нас встречает большой красивый зал с широкими окнами, светлый, просторный. Обожаю эту комнату, третью комнату. По факту ее не существует, потому что у нас всего ту бедрум. Ну и ладно, по-нашему у нас три полноценные большие комнаты. Окна широкие, красивые. Окна выходят на детскую площадку, это меня безумно радует. На потолке вентилятор стандартный, который я не включаю, потому что я не люблю, когда меня обдувает ветерок. Обычно работает центральный кондиционер, который меня вполне устраивает. Мебель, которую вы всю видите в этом доме, практически всю, в основном мебель, которая в зале, она вся была взята бесплатно по объявлению. Ссылки вы найдете под этим видео, если кому-то интересно, где можно взять бесплатно в Америке мебель в хорошем, отличном состоянии. Обычно мы не привыкли к такому, потому что в наших странах, если что-то бесплатное, то это обязательно испорченная кухня. Про кухню я тоже снимала отдельный ролик, про то, что мы едим и так далее. Так что, если вам интересно посмотреть кухню, то есть отдельное видео про это на моем канале. Кухня переходит в зал как студия. Ну что ж, кухню я вам показывала, и здесь у нас на кухне есть такая вот тайная комната, прачечная я называю. Кладовка здесь большая, в ней стоят две машины, одна для стирки, другая для сушки. Раньше я никогда до приезда в Америку не пользовалась машинами для сушки, потому что в наших странах достаточно сухой климат, и одежда вся высыхает. Мы привыкли ее развешивать, но здесь из-за влажности невозможно высушить одежду, если вы ее развешаете. Теперь я даже не представляю, как жить без вот этой машины, без сушилки. Очень быстро, одежда нигде не висит, то есть вы постирали и сразу сушилку. Огромный плюс сушилки в том, что вы вытаскиваете горячее белье, складываете его, или сразу развешиваете на вешалочке, и оно не мятое даже. В общем, гладить не нужно. И здесь, как склад, я храню все для стирки, химикаты, туалетная бумага, полотенца бумажные. Такая вот свалочка у меня здесь, какая-то посуда, которой я не пользуюсь, терки, вот такие две прочные полочки. Кстати, очень удобно. Во всех квартирах в этом комплексе разная планировка и разные эти комнаты. Я знаю, что в нашей 2-бедрум такая вот комната есть, она большая. А в других квартирах, где 1-бедрум, таких комнат, по-моему, нет. Либо они очень маленькие. Ну, имею в виду, со стиралкой есть отсеки, но не такие большие. Вот она моя спальная комната. Здесь уборная. В каждой спальной комнате есть своя ванная комната с туалетом. Это моя ванная комната. Здесь у меня очень много баночек, скляночек. Такое вот большое красивое зеркало. Два зеркала. Здесь потайная полка, как в фильмах ужасов, когда вы закрываете, кто-то в зеркале появляется. Вау! И здесь у меня вот эти листки с неправильными глаголами, которые я учу, когда чищу зубы, например, умываюсь. Очень удобно. Я их распечатала и повесила здесь, чтобы на них смотреть и запоминать. И с этой стороны у меня много разных средств, которыми я пользуюсь. И вот такая старенькая полочка. В общем, вы квартиры обычно арендуете без мебели. Все, вы привозите свое. Даже шторок вот таких нет. Эту шторку мы тоже покупали в 1-долларовом магазине за 1 доллар вместе с вот этими штучками сразу. Вот эту полку тоже бесплатно взяли. Здесь у меня на окне стоит усилитель интернета. То есть на моем телефоне от моей связи плохо идет интернет в квартиру. И я позвонила туда к ним в компанию, сказала о том, что плохо ловит интернет. Давайте мне усилитель. И они бесплатно дали. Пока вы пользуетесь их связью сотовой, я могу пользоваться вот этим вот роутером или как он называется. И он мне усиливает интернет. Действительно, у меня во всех комнатах супер 4G везде ловит. Очень быстро работает. Без него, как только выключает свет или что-то еще, то вообще не ловит в квартире. Очень плохо. 3G даже. А в этом углу стоит зеркало. Зеркало покупала в Ikea. Мне оно очень нравится. Нравится, что оно переносное, немножко с наклоном. Здесь у меня стул от Ikea в этом углу. Мы тоже бесплатно его взяли, как и эту кровать. Изголовье кровати я красила в белый цвет. Тоже отдельно, бесплатно взяли на этом сайте, про который я вам говорила. Ссылки под видео оставлю. И вот матрас и две подставки на пол тоже бесплатно. То есть все бесплатно. В каждой спальне есть светильник вот такой с вентилятором. Но я им не пользуюсь. Мне некомфортно, когда на меня дует вот так ветер. Когда я лежу, как-то, знаете, неприятно. Я его вообще не включаю. И, конечно, здесь у меня много чего не хватает. Не хватает картин, там еще чего-то, что я хочу. Но я решила пока ничего не покупать. Когда приеду на новую квартиру, я все докуплю. И здесь у меня такой вот бьюти-уголок. Лестница моя любимая. Я ее заказывала на Amazon. Вот этот комод с четырьмя полками я покупала в Ikea. Затем вы спрашивали, откуда у меня вот эта шкатулка для украшений. Она у меня из Walmart. Я покупала ее не онлайн, а придя в магазин, на нее была скидка. Не знаю, есть ли сейчас. Также этот ананас тоже покупали в Walmart. Он был тоже со скидкой. Здесь у меня хранятся парфюмы. И здесь на лестнице у меня тоже косметика. И вот эти полки забиты тоже косметикой. И еще в каждой спальне есть шкаф. В котором хранятся вещи ваши. Гардеробная. Ну, у меня здесь, ой, конечно, хлам, хламский. Извините, тут мои платья, полочки. Комнаты небольшие, но удобно, что можно развешать свои вещи. Вот вторая комната. Это комната Сары. Если честно, она здесь практически не играет, только спит. Основные ее игрушки. Доска, с которой она постоянно плавает. Дельфин с ним тоже очень часто плавает. Замок. Здесь она с хомяком играет, когда выпускает его. Вон, собственно, наш хомяк. Привет. 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 Я боюсь его. Он может цапнуть. Тик-тик. Привет. Как дела у тебя? Здесь у нас муравьи, которые разрыли туннели, но не хотят в них лазить. Живут только на верхушке. И я думаю, что поменяю им фармикарий. Или, да, правильно я сказала? Стоимость нашей квартиры 1300 долларов в месяц плюс 100 долларов гараж. Контракт вы можете заключить на 6, 7, 8, 9, 10 месяцев. Как вам удобно. Но не меньше полугода. Мы заключили контракт на 7 месяцев. И он уже истекает. Поэтому я снимаю это видео, так как мы скоро переезжаем. Именно в наши апартаменты вы можете въехать без social security, без всяких дополнительных документов по туристической визе. Потому что обычно везде запрашивают какие-то дополнительные документы. И с этим очень строго. А также вам нужно предоставить банковский счет. Доказательство того, что вы платежеспособный человек. И можете оплачивать хотя бы 3 последующих месяца. На территории есть 2 бассейна. Один около моего дома. А второй около лизинг-центра. В обоих есть джакузи. Но спортзал один. Вот так выглядит вход в тренажерный зал. Он очень большой. Много разных тренажеров. И симпатичный с видом на бассейн. В тренажерном зале есть несколько комнат, где вы можете заниматься. Здесь, например, есть телевизор. И можно отключить групповые занятия. Заниматься здесь. В другой комнате есть велосипеды. В основной комнате беговые дорожки. И мне всегда нравилось смотреть на бассейн. В этой части зала у нас тренажеры для всех групп мышц. В основном я люблю вот эти тренажеры для ног, попы. Также из спортзала можно выйти в бассейн. На территории также есть баскетбольное поле, где можно поиграть в баскетбол. Гаражи, которые вы можете отдельно арендовать за дополнительную плату. Сто долларов в месяц. Можем проехаться, посмотреть территорию. Домики все однотипные, трехэтажные. В единственном месте только есть детская площадка. В баскетбольное поле есть теннисный корт. Это основное здание, центральное административное. Здесь находится лизинг-центр, где сидят менеджеры, которые могут подобрать вам апартаменты. В лизинг-центре всегда прохладно. Есть интернет, компьютер. Вы можете здесь отдыхать и пользоваться компьютерами, если у вас дома нет, интернетом, если у вас дома нет. Также попить кофе бесплатно. И есть даже подарочные пакеты бесплатно. Я видела в других, конечно, комплексах. Есть настоящие кофемашины, в нашем же нет. Простые термосы, но написано Starbucks. Это интересно. Там сидят менеджеры и основной зал, где вы тоже можете отдохнуть. С выходом на бассейн. И вот такой у нас красивый бассейн около лизинг-центра с джакузи. Самое красивое и завораживающее в нашем комплексе – это озеро. Вернее, несколько озер. Когда вы заезжаете в апартаменты, вас встречают красивые большие озера с нескольких сторон. В этих озерах водятся уточки, аллигаторы и разная другая живность. В них нельзя купаться. Я бы не сказала, что у нас идеальный комплекс. Очень много жалоб поступает от соседей. Иногда мы встречаемся где-то в бассейнах, обсуждаем комьюнити. И выясняется чаще всего то, что многие недовольны. Но я человек абсолютно неразбалованный, неразбалованный шикарными апартаментами. И меня очень даже устраивает то, что мне предлагают за эту сумму. Больше всего меня устраивает то, что рядом находится отличная школа для моей дочки. И автобус приезжает прямо в наш комьюнити, забирает ребенка, отвозит в школу и привозит обратно. Наш район, в котором мы живем, очень тихий, спокойный, семейный, спальный. Здесь нет никаких тусовок, массовок, донтауна. Донтаун примерно в 30 минутах. Это Тампа и 40 минут до Сент-Пита. В принципе, если вам это интересно, вы можете поехать там погулять, пошуметь и вернуться сюда снова в комьюнити отдыхать. Здесь очень тихо и спокойно. Чтобы здесь жить, обязательно нужно иметь машину, потому что здесь вообще не развит общественный транспорт, автобусы, метро. Здесь такого нет. Вам обязательно нужен собственный автомобиль. Еще огромный плюс, то что возле нашего комьюнити есть три больших супермаркета. Это Walmart, есть Target и есть Publix. Туда можно добраться пешком примерно 15 минут. Но если вы обратно будете возвращаться с пакетами, то это будет тяжеловато. Ну а в принципе, я иногда хожу пешком за какой-либо мелочью. Это очень удобно. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте подписаться на мой YouTube-канал. Всем спасибо за просмотр. С вами была Женя Гейн. Пока-пока.